Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Ivy The Roar И сегодня у нас видео с разговорной, с говорящей головой Так уж получилось, что я заметил появление большого количества однотипных вопросов от людей на разных стадиях изучения Mindblowing Top Notch Vocal Techniques Иногда эти вопросы простые, иногда непростые И сегодня я хотел бы с вами их обсудить Если в дальнейшем будут появляться вопросы у подписчиков канала YouTube канала, Telegram канала или тем более подписчиков Boosty Ссылки в описании То мы будем агрегировать это все и снимать подобного рода обсуждения, рассуждения Где-то я могу быть прав, где-то не прав Это просто дележка опытом И я себе эти вопросы выписал для начала У нас будет 5 вопросов сегодня Первый вопрос довольно, наверное, очевидный Но не для тех, кто только-только входит в эту среду Он звучит как «Как отличить фрай от фалскорда» Мы не будем углубляться в метафизику жопных хрящей В отличение техники одной от другой Что так уже никто не говорит или говорят, но это архаизм и так далее Есть очень удобная дележка звуков Это фрай, фалскорд и гибрид Есть еще скри-мо, но это уже, скажем так, подвид стороннее наблюдение Так вот, если мы говорим про отличительные особенности техник как таковых То все довольно просто Потому что фалскорд звучит олдово С этого начинался экстрим-вокал В нем есть характерный хруст Он громкий, он жирный, ну более жирный, чем фрай И как итог, в него можно добавить голос Он имеет весьма отличительные особенности Звучит он просто как Или вариация на тему Много объема В нем есть тоновый звук В нем может быть дыхание Его можно использовать для пения с голосом Механика заключается в том, что голосовые связки разводятся Но не до конца Вы это никак не проконтролируете, просто имейте это в виду Ложные связки закрывают большую часть голосового просвета Довольно свободно колеблются И вы получаете то, что получаете Если же мы говорим про технику звукоизлечения фрай Как ее, по крайней мере, понимают И как она работает с точки зрения именно механики А не с точки зрения Я придумал, давайте сделаем То все тоже довольно просто Голосовой просвет Закрывается вплотную, в данном случае, ложными связками Что происходит с голосовыми, вы не увидите Но они разводятся Просто для того, чтобы вот это вот смыкание произошло Создается подсвязочное давление И тонкий поток воздуха Проходит сквозь плотно Относительно плотно Сжатые ложные связки За счет чего вы получаете Тихий, очень мелко хрустящий звук Который нельзя смешать с голосом Если мы говорим про технические именно особенности Понятное дело, что там А что, я сделаю Ну, я типа добавил фрай в расщеп Нет, вы сделали уже гибридную технику звукоизвлечения Про нее отдельно можно поговорить Этот звук тихий Он не имеет крупных щелчков Он не имеет такого объема, как фолскорд В нем нет такого мощного грудного резонанса Он очень сильно зависит от артикуляции и мимики Так что громко, мощно и щелкает это фолскорд Тихо, сухо, относительно сдавлено Это фрай Можно для себя это делить так Кто-то может быть не согласен Мне в целом насрать Это очень удобная классификация Можете не соглашаться И здесь мы плавно переходим к следующему вопросу Тоже от новичков Зачастую от людей, которые вообще никогда не пробовали Расщеплять что-либо Или пробовали, но не знают об этом Всякое бывает Это сколько нужно времени, чтобы научиться рычать Довольно скользкий вопрос Потому что у всех это очень сильно индивидуально Зависит от вашей физиологии От вашей нейромышечной связи От вашего усердия Сколько вы будете этим заниматься Потому что есть люди, которые никогда не рычали И осваиваются в своих азах уже за пару месяцев Есть люди, которые даже от природы одарены Они там занимались месяц Потом забили болт И в итоге никакого особого развития не получили Не стали какими-то молодцами Поэтому да, есть всякие школы Типа не будем называть имен Которые рекламируют, что экстрим вокал за 5 дней Научим вас расщеплять за 20 секунд И так далее Это неправда Как бы ни хотелось создать красивую картинку Это неправда Расщеплению научиться Именно звуку в основе своей Типа Да, можно Буквально за одно занятие Буквально там за полчаса В принципе на что-то вменяемое В этом звуке Можно выйти Но это не будет никаким экстремальным вокалом Это будет просто звук Алкаша у КБшки Который у вас 10 рублей просит под закрытие Поэтому Эта история Большой-большой обман Такой же, как и любой другой маркетинг Инфо-Цыганщина И в общем вас пытаются Ну наебать Как бы так помягче можно выразиться В среднем Статистически За получается сколько уже За 10 лет преподавания Я могу сказать Что за 4 месяца Хорошей работы Регулярной практики Тренировок Человек может выйти на уровень Начинающего Очень сильно начинающего Но уже вокалиста За полгода Можно выйти на этот же уровень Но повыше Вы можете уже звучать Получше Поувереннее Можно записываться И так далее За год Можно стать поющим Экстрим-вокалистом Из-за которого Не будет стыдно Это при нормальной работе Никогда вы сами Там дома По туториалам Учитесь К сожалению Это так не работает Это уже занимает годы И в итоге Все равно Либо додумываетесь Прийти к преподавателю Правда его сложно найти Хорошего И правите Своей технике Это уже займет Гораздо меньше времени Но стоит учитывать Что вы потеряли До этого Несколько лет Либо Вы сразу идете К преподавателю Либо не идете И остаетесь местечковым Вокалистом Музыкантом Который не особо Кому-то нужен Поиграете пару лет И все Как бы не хотелось Другой участи Есть те Кто выбьются Хорошо Можно сразу Это оговорить Следующий вопрос Который у нас Здесь Назрел Я хочу петь Как архитекс Бедоменс Ландмаркс И так далее Давайте так Это возможно В принципе Это возможно Но есть Некоторые Оговорки И самое важное Из них А подходящий Ли у вас Голос В данном случае Техники Используются Драйва Там используются Большие пропорции Смешения С голосом Если у вас Голос Баритон Тем более Низкий Голос Как у меня Например Мой разговорный Спокойный Голос Звучит Вообще Вот так То петь Как Особенно Наверное Ландмаркс Из этих Всех Ну вам Не светит Уж Извините Но это Правда Ваш потолок Будет Ну может Быть Вторая Октава Если вы Уникум То есть Я могу Достать До Третьей Октавы Очень Всратым Фальцетовым Микстом Там вот Нельзя применять То есть С вокальной Точки Зрения Это Ну Не взятие Звука Это Просто Какое-то Издевательство Над душами Других Людей Над самим Собой Поэтому Естественно Я туда Никогда Не лезу Поэтому Нужно Знать Свой Диапазон То есть Например Я могу Петь От Ну хорошо На примере Меня же Потому что Все-таки Я рассказываю В данном Случа Вы можете На себя Это Примерить От Ля Получается Контур Октавы До Второй Октавы И это Будет Хорошо Звучать В принципе Неплохой Диапазон И можно Пользоваться Спокойно Но Это Не подходит Под эти Песни По крайней Мере Чтобы Это Звучало Хорошо Когда Вы Слышите Этих Вокалистов Они Поют В голос У них Слышно Грудной Резонанс У них Слышно Головной Резонанс Они Работают Вместе И там Есть Расщепление Когда Вы приходите К преподавателям И говорят Да Вы будете Так петь И при этом Вы Ну даже Не верхний Баритон Из пяти Возможных Какой-нибудь Средний Или нижний Ну как бы Вас обманывают Раскричать Микс Распеть Да Вы дотянетесь Возможно До партии Но это Будет звучать Вообще Не так И вы будете Только расстраиваться И такой Я что-то беру Оно все плохо звучит Куча загонов А потом еще И к психологу Пойдете Ну либо Если у вас Хороший преподаватель Выступит Хотя если он учит вас Петь как сам Картер Когда вы для этого Ну как бы Не рождены То боюсь Что Не поможет И появляются Разного рода Загоны Сложности Зажимы И люди просто Портят себе Жизнь И тратят свое время Но Из хороших новостей Сделать Абсолютно То же самое В своем диапазоне Может каждый человек Да Вы не будете Звучать В той музыке Да Вам нужно найти Музыкантов Еще которые будут Играть Вот такую же музыку Вы будете звучать В другой музыке Вы будете звучать В другом диапазоне По другому Но технически Вы будете делать То же самое Возможно Вам скажут Ну это какой-то там Низкий драйв Это Тот самый драйв Он действительно Ниже Потому что Ваш голос Ниже И тут К сожалению Вы привязаны Руками И ногами Так что Подытоживая Наверное Этот вопрос Если у вас Голос Подходящий Вы можете Научиться петь Подобно этим Вокалистам Если у вас Голос Не подходящий Вы можете Научиться петь Этой техникой Но не Подобно этим Вокалистам Следующий вопрос Влияет ли Тембр голоса На освоение Экстрима И да И нет Дело вот в чем Если мы говорим Про драйв Как в предыдущем Вопросе Про харш Про скрим То есть Там где участвует Голос напрямую Да Он влияет И довольно сильно Все ваши краски Будут передаваться Ну вот Собственно В это звучание Если мы говорим Про чистый экстрим Гроулы Гутурлы Скримы И так далее Нет Не влияет Будут свои Особенности Но именно На экстрим В том понимании В котором он есть Это не повлияет Никак Есть даже Такая штука Можете послушать Посмотреть Все Тех же Предыдущих Вокалистов Были Технические Шоколадки Извините Так вот Вы можете Посмотреть Предыдущих Вокалистов Они делают Тоже Низы Причем Они смачно Звучат Но специфично Высокий голос Часто свойственен Обладателям Достаточно Маленького Голосового аппарата Хотя Это не правило То есть Бывает Абсолютно По-разному Но они Звучат Более Сухо Более Звонко И это Именно Специфика Их Голосового аппарата Более Низкие Голоса Звучат Более Жирно Более Насыщенно Более Грудно Потому что Мы еще И привыкли Так Разговаривать Или Кричать Поэтому Прямого Влияния Нет Косвенное Есть Это Не Помешает Вам Научиться Рычать Стоит Это Помнить И Последний Вопрос Из Нашего Цикла Нормально Ли Что После Экстрима Чувствуется Дискомфорт В гортане Давайте Так Если Вы Этим Занимаетесь Недавно То Да Если Вас Першит Соднит Даже Если Вы Использованию Она Получает Определенный Урон Она Трясется Трется Сама Об себя И все Это Приводит К появлению Дискомфорта Это Нормально Это Пройдет Главное Не доводить Это до Абсурда Не доводить До состояния Соднящего Как будто Вы проехались Горлом По ковру И все У вас Будет Хорошо Если Вы Занимаетесь Давно Пробуете Какие Новые Вещи И У вас Появляется Дискомфорт Это Тоже Нормально Потому Что Это Новые Вещи И Скорее Всего Участки Которые Стали Применяться Они Еще Не Готовы К Такой Нагрузке Если Вы Все Делали Хорошо У вас Все Было Классно Ничего Не Болело И Тут Вы Решили Попробую Я Орать Изо Всех Сил Чтобы Звучать Мощнее И Получаете Некий Урон Дамажит Горло Как У вас Дискомфорт В горле Но При этом Голос В порядке Вы Можете Спокойно Говорить После Этого Можете Петь У вас Нет Проблем В фальцетном Регистре То есть Нет Выпадающих Нот То Скорее Всего Вы Просто Где-то Пережали Слизистая Там Слишком Плотно Сжалась Как Итог Случилось Непредвиденное Трение И Горение Жопы Если При этом Вы Держали Все Правильно Но Выпадающие Ноты Появляются Голос Становится Более Ватный В горле Ком Значит Вы Нанесли Очень Большой Урон С помощью Давления С помощью Нагрузки На голосовой Аппарат Своим Голосовым Связком Это Нехорошо То есть Это Ненормально И неправильно Если Вы Начинающий И у вас Такая же Проблема Выпадающие Ноты Значит Вы делали Все Совсем Неправильно И мало Того Что Не привыкли Так Еще И нанесли Урон Своему Голосовому Аппарату Это Не Есть Хорошо Как-то Так Наверное Можно Построить Ответ На этот Вопрос Что В начале Пути И Если Вы Пробуете Что-то Новое Дискомфорт Вполне Объясним Если Вы Не В начале Пути Либо Проблемы Прямо С Голосом Возникают То Вы Совсем Не Правы И Так Делать Не Стоит Скорее Всего Вы Это Переживете Но Зачем Насиловать Свой Голосовой Аппарат На этом Вопросы Пока Что Заканчиваются Если У вас Появляются Какие-то Новые Другие На которые Здесь Не Было Ответов Можете Оставлять В комментариях На YouTube Можете Подписаться На Телеграм Канал И Написать Там Под Постом Либо Под Другими Постами Я Комментарии Стараюсь Читать И Отвечать На Нех Спасибо За Внимание Надеюсь Это Видео Для Вас Было Полезным И Всем Пока